здравствуйте дорогие друзья у нас вот такая прекрасная осенние пора кустарники пока еще они сбросили свой наряд и вот это сочетание пышной хвойной зелени и не только зелени видите какая голубая елочка за мной стоит да и вот этих прекрасных оранжевых красных бордовых тонов на кустарниках просто великолепны и меня спрашивают сейчас вот как можно свои хвойные деревья защитить от каких-то инфекций потому что вот начали уже присылать фотографии что на туях например какие-то коричневые веточки ну во первых я хочу успокоить вас что коричневые веточки у туи это закономерный процесс у нее также бывает как у а лиственных пород листопад а у туи ветка под то есть вот эти маленькие коротенькие веточки которые уже устарели дерево сбрасывает если вы придете в какой-то парк большой или может быть ботаническом саду вы можете такое наблюдать стоит вот это то и под ней всегда вот опад из этих веточек маленьких есть так что вполне возможно что у вас это обычный вот осенний процесс сбрасывания старых этих маленьких веточек но иногда действительно бывает какая-то инфекция прицепится что нужно сделать до срезать просто эти коричневые веточки но и для спокойствия души что называется обработать каким-то препаратом я вам сегодня покажу вот такой препарат который называется медея и он специально для хвойных пород деревьев вот от инфекций у нас часто инфекциями страдают еще можжевельники бывает еще и на елочках и на соснах и специальные такие вот или а особые заболевания которые именно на хвойных породах это шутте или снежные шутты еще вот есть их разграничивают хотя по внешнему виду не специалист даже не определит как это выглядит все вы увидите на экране к счастью на моих хвойных растениях не было но вот у нас тут поселке есть огромные просто лиственницы она уже такая крона у нее густая я в этом году заметила что вот такой белый налет присутствует стала смотреть на свои лиственницы которые у меня здесь посажены и тоже обнаружила вот пару веточек таких для примера я сорвала и увидела что да тоже такой белый налет присутствует и вот конечно же я боюсь за свои хвойные растения вот такие сортовые елочки за мои можжевельники обязательно обработаю для того чтобы не дай бог какая-то инфекция еще не прицепилась как нужно обрабатывать этим препаратом медея здесь все написано инструкция очень простенькая здесь всего вот в табличке две строки и 10 миллилитров растворяется на 10 литров воды вот это ампулка которые в этом пакетике она как раз рассчитана 10 литров воды опрыскивать можно вот сейчас нужно только найти такие денечки в календаре может быть посмотрите специально чтобы не было осадков ну и вам просто работать комфортнее да но дорогие друзья вот все боятся что препараты смываются это системный препарат то есть он впитывается в хвою в данном случае системные они впитываются в листочки поскольку у нас идет речь о хвойных растениях то в хвою и там вот это действие но очень продолжительный за счет именно этого системного эффекта здесь два действующих вещества которые усиливают друг друга поэтому эффект действительно хороший я уже обрабатывала свои можжевельники свои туи весной и вы могли уже видеть этот сюжет именно с этим препаратиком эффект очень хороший у меня например после этой снежной зимы какие-то проблемки были внутри вот сопривание было этих иголочек хвой этой я вам показывал когда раскрывала вот тую после этого снежного покрова и там вот много-много этих прелых таких веточек вот никуда дальше это не пошло благодаря я все-таки считаю вот этому препарату медей мы сейчас с вами откроем упаковочку растворим вы увидите как все быстро и легко и вот смотрите вполне возможно что у вас ну скажем там 34 каких-нибудь хвойных растений вы не используйте этот препарат например в целом до целое ведро поделитесь обязательно с соседями я вот раньше всегда так делала то есть инфекции то у нас гуляют передаются одного растения на другое и конечно если вы обезопасите и сад соседей тоже то будет только в плюс а вообще говоря вот здесь написано только шутты снежные шутты но вот если внимательно почитать сверху эту инструкцию то это комплексный препарат который действует на большой список этих болезней которыми могут повреждаться наши хвойные растения еще и у меня есть миниатюрные хвойные на альпийской горке они такие вообще вот малышечки и за ними конечно хочется поухаживать вот их я тоже обработаю обязательно пройдусь еще по тем то им и можжевельником с которыми у меня были проблемы этой зимой вот из-за того что такой большой их снежный покров бы тоже их повторно обработать здесь написано еще о сроках обработки как я уже говорила можно весной это делать а вот во второй строчке против снежного шутта обрабатывается именно поздней осенью вот сейчас у нас практически уже такое времечко и настало и можно эту обработку сделать не бойтесь что вы например вот этот ролик поздно увидели и не обработали свои растения можно обрабатывать при любой положительной температуре то есть ну 5 градусов есть у вас потеплее одевайтесь не прошли и обработали все ваши растения особенно это касается тех культур которые вы будете укрывать на зиму там все-таки вот нет такой уже проветриваемости все да вот обязательно укрываем мы что какие-то туи какие-то можжевельники кипарисовики вот их обязательно обработайте и тогда они точно у вас выйдут хорошими здоровенькими после зимы сейчас откроем упаковочку и растворим ведерки вот смотрите такая ампулка здесь 10 миллилитров и на упаковочке тоже написано что это 10 миллилитров выливаем все там чтобы до капельки до последние у нас я еще всегда люблю вот и ампулу туда чтобы все 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 полезные вещества защитные вещества для растений у нас перешли в этот растворчик размешиваем и осталось перелить в опрыскиватель для того чтобы удобно было наливать я просто перелила вот такой стакан мерный и конечно же если у вас какие-то уже большие деревья как у меня вот эти лиственницы например лучше опрыскивать из большого опрыскиватели со штангой а здесь маленькие то вот из этого мы и обработаем вот эту елочку красавицу мы конечно обрабатываем первую тщательно распыл очень мелкий можно на камеру туда же его не видно но вот как раз это получается очень экономный расход когда такой специальный вот опрыскиватель не берите тот что плюется у вас там или как-то капли большие получается и перерасход и не такое качественное получает сопрыскивание наибольшее опасение у всех вызывают можжевельники считает что они распространяют инфекции и вот смотрите такая обработка профилактической болеет не болеет очень очень полезно будет для ваших растений дорогие друзья посмотрите вот на эту елочку с виду она совершенно обыкновенная но весной на потрясающе цветет потому что у нее необыкновенные розовые шишки вся она такая красавица стоит и конечно мы ее должны обработать и вот смотрите я углядела здесь вот такое белое пятнышко может быть сейчас без очков и не вижу может быть тут ничего страшного но конечно же мы ее обрабатываем вот этим препаратом медея очень тоже тщательно тщательно все опрыскиваем вот еще один можжевельник который мне еще сын подарил очень маленьким сейчас он разросся и вот здесь вот видите это тоже естественный процесс опадения старых веточек особенно это часто бывает вот после такой зимы как я вам говорила с большим количеством снега вот здесь мы тоже это внутри все опрыскиваем чтобы никакое подопревание не портило общий вид нашего кустика если вы на него посмотрите в композициях и сверху то он вообще пышный такой серебристый очень очень красивый вот у этой елочки елочка фаина мне ее подарили в нашем ботаническом саду тоже какие-то странные вот коричневые веточки появились обязательно обязательно конечно все это опрыскиваем дорогие друзья вы наверное уже поняли что у меня совершенно разные хвойные растения в саду в общей сложности я подсчитал где-то около 50 разных кустиков конечно мне понадобится ни один такой пакетик и ни одно ведро я растворю особенно с учетом вот больших уже растений елки у меня голубые есть тоже которые уже переросли 3 метра и нужно будет это все обработать а вот что касается вот этих то и то что вы присылали фотографии с желтыми веточками вот здесь на этой ту и нет она еще молоденькая а этот ветка опад о котором я вам говорила наступает примерно с 4 6 года жизни веточки у разных видов это по-разному случается вот на другой ту и на которой там уже есть такие вот пожелтение опять же не бойтесь этого такие веточки уже есть и мы тоже ее обрабатываем снизу до верху вот стараемся чтобы туда опрыскивание именно внутрь вот прошло и будет все с вашим растением хорошо обязательно приобретайте вот такие пакетики сейчас они есть продажи в садовых магазинах если у вас нет хороших рядом садовых как каких-то центров то сейчас все можно выписать через озон через вал берез все вам придет в течение буквально нескольких дней и вы например на следующей неделе или через две недели еще не опоздаете сделать такую обработку как я вам сказала можно опрыскивать при любой положительной температуре ваши хвойные растения будут здоровыми пышными красивыми и вот сейчас такую позднюю осеннюю пору это главные солисты в саду они конечно делают сад красивым даже когда лиственные деревья уже облетели всем хорошей погоды настроение и вот таких чудесных хвойных растений